Сумную чернобыльскую дату в Быхове отзначили митингом. Хоть и под дождем, люди собрались на центральной площади райцентра, как узгадать их веры, авары и поделиться своими надеями на будущее. Нездерма у 30-ти годов радиационной катастрофы, якая стала часть истории Быховшины, тут еще открыли им музей. Быховский район – один из потерпелых от радиации, и его же хоры ведут, как тяжко переодолить наступство этой катастрофы. Нужно терпение, нужна молитва, нужна поддержка друг друга, нужна солидарность общественная. Вот эти, наверное, вещи помогут нам преодолеть Чернобыль. Меж тем, а на мероприемствах, якие селята, присвятили годовине чернобыльской катастрофы, обовязково гучала думка про реабилитацию и одраджение життя на потерпелых территориях. В такой момент чувство двоякое. Во-первых, ясно, что это трагедия, трагедия для людей. И гордо за наших людей, за государство, которое смогли и себя, прежде всего, перебороть, для того, чтобы ликвидировать эти последствия. Живут во благо себя, своих детей, внуков стараются, чтобы эта земля расцветала. Сегодня мы строимся, мы строим жилье. Сегодня здесь мамы рожают детей, поэтому у нашей республики, у нашего края, пострадавшего от этой катастрофы, я думаю, впереди еще прекрасная, замечательная жизнь. Открытие Быховского музея отбылось после митинга. Життя, не глядя, что не нашло протягивается, и это есть история, за какой нащадке сделает свои уроки. Два годы працы, закупки и знаходки, и шесть экспозиционных залов охопливают все самое интересное. Правда, любому экспонату тяжко соперничать с самим Быховым, с его старожитными помниками и аккуратными улицами. Однако, как любой князе, потребна преамбула, так любому цикавному туристу для гляду славутостей с потребицей музей. Илона Иванова, Николай Соболев, Новиниргийон.